В минувшее воскресенье по Риге прошел очередной марш живых. Шаги участников шествия звучали в память жертв Холокоста. Во время Второй мировой войны на территории Латвии погибли около 100 тысяч евреев. За годы немецкой оккупации в Латвии погибли 70 тысяч местных евреев и еще около 25 тысяч приехавших сюда из покоренных ранее нацистами стран. В это воскресенье уже в третий раз подряд еврейская община почтила память погибших. Марш живых начался у старого еврейского кладбища на месте массовых казней обитателей Рижского гетто. Прошел по улице Московского форштата, по которым колонны евреев шли на расстрел на Румбулу и закончился у сожженной 4 июля 41-го года синагоги. На мероприятие пришли сотни человек, в том числе редкие свидетели Холокоста в Латвии и их потомки. Рижанке Этти летом 41-го года было 7 лет. Она жила тогда в Дагупелсе. Из ее большой семьи спаслись немногие. Сама Эта осталась жива только потому, что вовремя покинула город. У моей бабушки было 10 детей. 10. Со семьями. Семьи были. Дети, внуки, правнуки. Все было. Из этих десятерых осталось живых только четверо. И то. А двое погибли в Великой Отечественной войне. Мария родилась под Смоленском. Ее мать была казнена за укрывательство евреев. А саму Марию сослали в немецкий концлагерь. У меня уже 85 исполнится. Я не могу понять, что мне помогло выжить. Когда освободили из лагеря, у меня была уже открытая форма туберкулеза. Это и после войны разруха, голод. И что-то, что помогло. Наверное, Всевышний. Мероприятия посетили депутаты Сейма, представители Рижской Думы, дипломаты. Это уже третий раз, когда я участвую в марше живых. Потому что очень важно помнить о событиях тех лет, чтобы Холокост никогда больше не повторился. Это нужно все делать, нужно все помнить. Нужно понимать, что произошло. Нужно передавать это школьникам. И главное, мы должны сами все делать, чтобы мы сами это поняли, поняли правильно. Но в это воскресенье в Риге состоялся и другой марш. Марш тех, кто отмечает вступление гитлеровских войск в Ригу как праздник. Как говорится, без комментариев. Оба мероприятия прошли без происшествий. Алексей Дунда, Олег Горячев.